Всем привет! С вами Даша и я сегодня хочу показать вам мою технику макияжа Max Caulfield из игры Life is Strange. Жизнь странна. Я не утверждаю, что мой макияж единственный истинно верный. Если вам интересно узнать, как его делаю я, оставайтесь со мной. В начале я наношу тональную основу на все лицо, включая область вокруг глаз, сверху в качестве базы под тени и снизу скрываю круги под глазами. С помощью карандаша я придаю бровям грустную форму, уголки поднимаю вверх. Должны получиться бровки домиком. В палетке NYX я беру темный консилер, чтобы визуально сузить нос и крылья носа. Светлый консилер я наношу на переносицу и под глаза. Я соединяю темным цветом область между бровями и носом. Затемняю ее, как у Max. Далее я наношу бордовые тени на все подвижное веко. У меня палетка с Алиэкспресс, наверняка сейчас все ее узнали. Верхнее веко у Max затемнено. Используя черные тени, рисую что-то вроде стрелки. Но чтобы макияж не казался гламурным, растушевываю тени. Смешиваю бордовые и черные цвета. Тем же бордовым цветом я подвожу нижнее веко. Провожу кистью под ресницами с одного уголка от глаза до другого. Это делает взгляд уставшим, как раз таким, как нужно. Тушу я прокрашиваю только корни ресниц, чтобы не удлинять их, но все-таки затемнить. Китайской палеткой консилеров рисую веснушки. Беру все три темно-коричневых оттенка, чтобы веснушки выглядели реалистично. Стараюсь нарисовать их в тех же местах, где они расположены у Max. О-о-о, у меня уже тут есть родинка. Далее самый блестящий хайлайтер с китайской жирненькой палетки я наношу на кончик носа, над губой. Это место еще называют арка Купидона. И в уголках рта. Нюдовой помадой я крашу губы. У Max они не очень острые сверху, так что я захожу немного за контур своих губ, чтобы визуально сделать их прямыми. Макияж готов. Конечно, я стала похожа на Max не во всех ракурсах, но для фотосессии этот макияж вполне подходит. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok